Всем привет! Сегодня я вместе с Евой покажу вам такие небольшие покупки, которые я совершила буквально на днях в Икеа, и почему вместе... АУ! И почему вместе с Евой? Потому что кто-то опрометчиво написал мне в комментариях под видео, что хотел бы чаще видеть её в кадре, как она тут шуршит, цокает своими ножками и мешает мне, так что вот, пожалуйста, получите. Вообще я в Икеа поехала за кастрюльками, и не буду их вам, конечно же, тыкать в кадр, потому что я уже в них что-то готовила, просто покажу вам такую картинку где-нибудь здесь, и хочу сказать, что да, кастрюльки неплохие, вся, в принципе, посуда такая для варки в Икеа очень достойная, к тому же этот набор кастрюлик мне обошёлся очень дёшево. Также я себе купила, наверное, вам вот так вот будет не очень понятно, просто я обратно в коробочку убрала, это формочки для выпечки печеньев, тут всякие такие формы в виде оленя, в виде ёжика, в виде какого-то волка, в виде белки. И что я могу сказать, что всё-таки достаточно крупноватые эти формы, если у вас тесто такое достаточно жидкое, то очень сложно потом эту форму вытащить из теста и перенести её на противень. И вообще, мне кажется, с любым тестом достаточно сложно будет работать именно этими формами, потому что у них очень-очень много мелких таких деталей, которые надо так кропотливо выковыривать, и это совершенно не моё, поэтому когда я последний раз решила сделать печенье с этими формочками, то всё закончилось просто тем, что я плюнула на вырезание, скатала такие небольшие маленькие шарики, приплюснула их пальчиками, испекла печеньки и наслаждалась жизнью. Дальше показываю вам прям быт-быт-быт. Это вот такой штопор, самый обыкновенный, очень, кстати, он удобный и очень конструкция такая надёжная. Я его купила, чтобы напиваться по вечерам в одиночестве, но на самом деле я шучу, просто я его купила, чтобы он был дома. И также я купила открывалку для консервных всяких банок, там для горошка, для фасоли, потому что вот такими вот старинными какими-то ключами я не умею открывать, а здесь ключ просто так вы защелкиваете, крутите, и всё замечательно открывается, и любой девочке под силу. Я бы у меня тут делает вид, что она спит, когда я её искусственно хочу уложить спать, то она ни за что не ляжет, что бы я ни делала, как бы я её ни укладывала, или не кормила, чтобы она уснул, там, насытившись. Но сегодня она, видите, решила дать мне такую передышку, чтобы я спокойно смогла заснять видео. Дальше, продолжая уже девичьей темы, я купила себе вот такое зеркальце в Икее. Она на ножке, очень устойчивая, его надо было дома собрать, и делалось это всё буквально за два шага, то есть там отверткой тут прикрутить и тут прикрутить. Оно крутится тут, и в принципе, например, в Ревгоше такие зеркала стоят, по-моему, по 1000 рублей. Ну, начинается от 1000 рублей, я его купила вообще за 200 или за 300 рублей. Очень оно такое практичное, очень крепкое, ничего вроде тут не хлюпает. И одна сторона у него увеличивающая, как у любого зеркала, другая обычная. Также малышу я купила вот такой набор для кукольного театра. Это такой кукольный театр, который одевается на пальчики. В принципе, взрослый может показывать ребёнку какие-то сценки. А также, если ребёнок сам будет одевать эти игрушки на пальчики, то это развивает мелкую моторику. Я, в принципе, не открывала даже этот пакетик. И сейчас открою его вместе с вами. Надеюсь, ребёнок простит меня, что я ковырялась в его игрушках. То, смотрите, акула, у неё палец вставляется прямо в одно место. И можно что-то показывать, всякие там зайки, слоник. Также я купила ему вот такую сову, потому что у нас есть тема рассказывать ему сказки про сову. Мы придумали такого персонажа, который вместе с ним кушает, вместе с ним засыпает, вместе с ним играет. Это тоже игрушка для кукольного театра. Она такая покрупнее уже. И, тем не менее, эта игрушка очень забавная. И пока что она не перешла к тому, кому предназначается. Я этой игрушкой периодически пугаю Еву. Вот так вот делаю, ору там, ухаю, как сова. И на Еву это производит просто колоссальное впечатление. Ещё я в Икеа купила такую крупную достаточно рамку, чтобы распечатать более удачные фотографии в большем таком размере. Я её, если честно, ещё не распечатывала. Но я заметила, что тут я её купила покоцанной. И чем-нибудь, наверное, я её подкрашу. В общем, приятный у неё такой материал гладкий. Стоила она тоже очень-очень дёшево. Я не помню, сколько я её схватила. И, в принципе, даже не заморачивалась ни над чём. Сзади у неё есть такая подставочка, чтобы поставить её на стол. Или можно повесить на крючок либо вертикально, либо горизонтально. Следующее, что я купила, это были свечки. Я купила вот такую клубничную свечку. Я её уже так жгла немножечко. И вот эта вот свечка пахнет только когда стоит сама по себе. Я как даже её поджигаю, что аромата практически даже его вообще не чувствуется. В общем, просто она горит и горит. Создает такой приятный огонёк, на который можно посмотреть. Но вот запаха нет. И, кстати, крышечку я сорвала. И крышечка выглядит вот так вот, чтобы вам было понятно, что это за вариант свечек икеевских. Это вот такие свечки, которые закрываются такой полиэтиленовой, самой дешёвой крышкой. А вторая свечка уже была свечка с апельсином. Я её купила не просто так наобума, потому что я уже зашла в отдел, где всё для интерьера, самый последний отдел в Икеа. И просто вот почувствовала запах цитрусовых апельсинов, там, не знаю, мандарин, чего-то такого. И я сразу её просто взяла. И мало того, что эта свечка пахнет, когда просто стоит даже, не подожжённая. Она очень-очень приятно, ненавязчиво пахнет, когда её поджигаешь. Когда я ощущаю аромат вот этой свечки, то у меня действительно такое впечатление, что я нахожусь на каком-то апельсиновом складе. Также я в Икеа купила себе вот такую наволочку для подушки. Теперь я прям совсем как настоящий блогер, у меня на фоне будет такая симпатичная подушка. Здесь нарисованы совы на таком ярко-розовом каком-то цвете, цвете фуксии. И на обратной стороне повторяется, в принципе, рисунок их крыльев. Такой он более сдержанный, не такой яркий. В принципе, можно менять так-так, и, соответственно, как-то дизайн помещения из-за этого меняется. Сам материал очень-очень плотный. Даже Ева вот пыталась как-то его слюнявить, грызть уголки, и ничего у неё не вышло. Одна девочка снимала видео и рассказала, что в Икеа, оказывается, продаются канцелярские принадлежности. И я попыталась их там найти. Действительно, там продаются всякие блокнотики, всякие скрепчики, всякие декоративные скотчи. И я там себе взяла вот такой небольшой блокнотик с совами, тоже не знаю, почему у меня носов потянуло. У него есть здесь вот такая небольшая миниатюрная резиночка. Он очень удобный, мелкий. Я уже начала тут писать свои расходы и пытаюсь как-то посчитать свой бюджет и сколько я трачу в месяц. В общем, сама суть то, что очень удобный, очень дешёвый блокнот. Так что для тех, кто не знает, где дёшево купить канцелярию и не заморачивается особо, что это за фирма, там, Малескин или ещё что-то, то вот Икеа это отличный вариант. Последнее, что я купила в Икеа, ну, не уверена, что, если честно, последнее, потому что я постаралась по квартире собрать всё, что я там приобрела, но могла, конечно, что-то забыть, но надеюсь, что ничего не забыла. В общем, это были вот такие миниатюрки, баночки по 100 мл, типа такой travel size. На мой взгляд, очень удобно. Можно в каждую баночку разлить то, что необходимо. Допустим, шампунь, бальзам, лосьон для тела, какое-нибудь там средство для волос или ещё для чего-то и брать с собой, и не будет это занимать в багаже слишком много места. Поэтому теперь я всё буду возить в таких миниатюрных баночках. И, кстати, я хочу сейчас открыть вместе с вами. Мне интересно было посмотреть, с чего я не сделала. Мне кажется, даже можно вот на этом подписывать маркером, и ничего не сотрётся, потому что достаточно пористая структура. Ева делает вид, что спит и не хочет вместе со мной говорить мою заключительную речь, и не хочет её слушать. Ну и, собственно говоря, это были все такие небольшие покупки мои в Икеа. Я купила всё то, что хотела, ничего лишнего. Надеюсь, вам было интересно, потому что я люблю всякие такие видео смотреть, кто что купил. Я вас очень сильно люблю, и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok